В предыдущем видео я рассказал о том, что ближайший год, наверное, будет очень сложным для многих россиян, и сейчас очень многие почему-то считают, что в экономическом плане будет улучшение через год. Но это не так, с одной стороны. Но с другой стороны, кому-то действительно будет лучше. И в результате всего этого все равно окажется, что кому-то лучше, кому-то хуже. И богатые становятся только богаче, бедные беднее. И давайте сегодня обсудим, что же надо делать, чтобы быть богаче, а не быть беднее. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Я занимаюсь инвестициями и хочу рассказать о том, что, ну, во-первых, я уже сказал, что в период кризиса богатые становятся богаче, бедные становятся беднее, поэтому надо смотреть, а что же делают богатые люди вот в такие времена. Ну, давайте посмотрим, кто у нас богатые в России. Это всякие, значит, олигархи, там, Сечины, Ковальчуки и так далее. Чем сейчас характеризуется настоящий момент? Тем, что очень многие западные компании уходят из России, и очень даже может быть, что, ну, этот кризис затеян буквально для того, чтобы они ушли, потому что сейчас они уходят и высвобождаются огромные ниши, ниши для бизнеса. И сейчас на верхушке власти, вот среди наших самых богатых, просто вот идет соревнование, буквально я его вижу, о том, кто займет эти ниши. Ну, Сечин по традиции занимает, естественно, все активы, которые остаются после ухода, чего там, Бритиш Петролиум, вот. Ну, Лукоилу достаются, насколько я понимаю, активы компании Шелл, Ковальчуки дерутся за всякие ВК и так далее. И они туда устраивают своих детей, посмотрите. Сейчас, кто там, председатель Совета Директоров ВК или Мейлру Групп стал сын Кириенко. Ну, не зря ребята поддерживают специальную военную операцию. Сын Рогозина в Алросе, ну, там дела не очень хорошо обстоят, но тем не менее. Ну, можно продолжать это дело до бесконечности, и все это происходит, может быть, для того, чтобы как раз и пристроить своих детей. И, может быть, для этого и затевалось, на самом деле, кто его знает. Но факт тот, что, да, им имеет прямой смысл все это поддерживать, естественно. И имеет прямой смысл, конечно же, вот быть за. И, тем не менее, конечно же, потеряют во время кризиса все. В том числе и они. Но за что сейчас идет борьба? Борьба идет за то, чтобы увеличить долю на рынке. И поэтому, что надо делать сейчас? Вот говорят, что вот инвестиции, сейчас все это рухнуло и так далее. Да, действительно, все это рухнуло. И сейчас как раз самое время, то есть на высоте окажется тот, кто в период. То есть, ну, период падения, он сменится периодом роста. И кто будет на высоте? Тот, кто купил эти активы подешевле. А как их купить подешевле? Для этого надо уметь анализировать, во-первых. Во-вторых, надо уметь зарабатывать на этом, потому что на падении тоже можно зарабатывать. Для этого существует срочный рынок. Например, сегодня у меня, я поднимаюсь, вы видите, я в горах, поднимаюсь наверх. А у меня плюс 41% на срочном рынке. Нормально за один день? Очень хороший результат. Почему? Ну, грамотно построенная стратегия. И это возможно вполне. Как это сделать? Ну, надо просто сейчас самое время учиться как раз. Учиться правильно инвестировать, учиться работать. Поэтому, естественно, надо этим заниматься. И у меня есть самый лучший курс, биржа для чайников. Самое время начать как раз заниматься именно этим. Ну, а как считаете вы? Что делаете вы? Напишите, пожалуйста, в своих комментариях. На сегодня все. Лайк, подписка. И до встречи. С вами был Деменков Юрий.